Новый формат. У жителей отдалённых районов города Балхаш возник вопрос, куда с эфира исчез телеканал Иркен Медиа. Юный чемпион. Балхашский спортсмен вернулся с победой с республиканского турнира по вольной борьбе. 540 метров теплотрассы заменят в Балхаше по улице Карамин-Диби-74-2. Работы начались в начале июня местной подрядной организации ТО «Нурасыл». Также будет увеличен диаметр трубы со 159 на 219, что позволит увеличить мощность тепла. Работы ведутся согласно графику и будут закончены до конца июля. Ранее были жалобы от жителей данных домов, что не хватает недостаточно тепла в домах. Теперь эта проблема будет в эту зиму решена. Сейчас они ведут подготовительные работы. Привезли трубы на месте, гидроизоляцию делают. И в скором времени уже начнут демонтаж старых труб. Программа по внедрению цифрового формата телерадиовещания реализуется в Казахстане четвертый год. С конца прошлого года процесс затронул и Караганинскую область. Благодаря цифре доступ к большому экрану получили жители самых отдаленных сел, а сетка цифрового вещания расширилась вдвое. По словам руководителя Министерства информации и общественного развития Казахстана, население страны получит гарантированно 25 телеканалов в цифровом формате, среди которых будут как республиканские, так и коммерческие. Однако у жителей отдаленных районов города Балхаш возник вопрос, куда с эфира исчез телеканал «Юркин-Медиа». 20 мая телеканал «Юркин-Медиа» подал заявку на участие в конкурсе на получение доступа к сети цифрового эфирного телерадиовещания. Конкурс проводится Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан. Сейчас мы ждем результатов конкурса. После получения разрешительных документов мы закупим и установим специальное оборудование для трансляции телеканала в цифровом формате. После этого наш телеканал смогут смотреть жители микрорайона Конград, Шагас-Конград, поселок Шашубай, Орта-Диресин, Гульшат, Трангалык. Хочу отметить, что наш канал транслируется в кабельной сети Алтынарна, куда жители отдаленных районов города могут обратиться и подать заявку на подключение. Даже если Алтынарна не присутствует в вашем районе, при массовом поступлении заявок в компании есть техническая возможность прокладки кабеля именно в ваш район. Владельцы телевизоров, произведенных с 2014 года, смогут смотреть цифровое эфирное телевидение без какого-либо дополнительного оборудования. Для моделей постарше необходимо будет приобрести специальное устройство, которое продается в магазинах бытовой техники. Продолжается подсыпка щебня на автомобильных дорогах рабочего поселка. Работы, начатые с юня, ведет суподрядная организация ТО «Арарат-Универсал». Щебень будут укладывать на улицах Маметова и Жамбыла 8 марта железнодорожников и Токтамысова. 80% работ на Жамбыла и Токтамысова уже завершены. Также и на других улицах будут проведены эти работы. В том числе входят такие виды работ, как грейдирование, подготовка основания, просыпка щебня фракции 20-40, просыпка щебня фракции 5-10 и его укатка катком. Работы планируется завершить до 15 июля текущего года. В Кокчета прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей. Его посвятили памяти мастера спорта Казы СССР Буркитпая Умарова. В категории до 25 килограммов среди юниоров чемпионом стал болхарский спортсмен Амир Дюсимбек. Он является воспитанником спортивного комплекса детской и юношеской спортивной школы города. «Я на этом турнире провел пять встреч. Соперники были из Ак-Тубе, Алматы и Степногорска. В финале был соперник из Алматы. Все победы одержал пачкам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова